здравствуйте уважаемые аудиолюбители хочу представить вам напольники акустические системы английской компании Warfidel diamond 10.4 акустические системы вот этой серии вот diamond они выпускаются уже на протяжении 30 лет вот это вот так сказать 10 модификация этой линеечки diamond бриллиант вот уже глядя на эти напольники понимаешь что инженеры очень многое вложили в звук ну во первых вот корпус корпус он выполнен из довольно плотной мдф мало того боковые стенки корпуса они скругленные не параллельные то есть мало того что вот сам материал достаточно жесткий инертный еще вот то что вот скругление дополнительно усиливают корпус то есть с большой долей вероятностей можно сказать что вот такой корпус вот он не привнесет разного рода окрашиваний да и внутри корпуса вероятность возникновения различных резонансов стоячих волн будет значительно уменьшена и так одна из наших колонок стоит на шипах шипы свою шипу опирается на прилагаемые чашечки вот хочу показать вам очень качественные прилагаемые шипы вот такой вот шип с контрагайкой то есть металлический шип очень острый причем крепится он в нижнюю панель через втулку очень надежно фиксируется то есть он не будет со временем расшатываться при необходимости он опирается вот на такую вот шайбу также прилагаемую металлическую шайбу вот она шайба нижняя часть этой шайбы которая будет контактировать с полом она прорезиненная то есть она не будет смещаться даже на самом скользком паркете металлические системы трехполосные то есть на передней панели который у нас прикрывается вот такой вот пылезащитной акустически прозрачной седочкой видим три динамика три динамика высокотистотный динамик диаметром два с половиной сантиметра он сделан из мягкий купольный динамик прикрыт защитной сеточкой буквально под ним находится средний частотный динамик 125 миллиметров диаметром сделан из кевлара очень качественный динамик центре видим пылезащитный колпачок такой он выполняет роль как и именно пылезащитного колпачка так и такой фазовыравнивающий колпачок подвес позволяет специально вот выполнен под это диффузор он позволяет диффузору сдвигаться с довольно такие значительной амплитудой низкоцистудный динамик также выполнен из кевлара очень качественный динамик также такой же подвес то есть вот значит кто то скажет что ну чего же такой маленький низкочастотный сего 125 миллиметров вот вы знаете вот несмотря на свои размеры вот такие маленькие вот маленькие нас этот нитые имеет явные даже им преимущество через перед большим низкочастотником то есть большой низкочастотный динамик до выигрывая в массивности в масштабности в глубине пазов В то же время он проигрывает маленькому в какой-то такой скорострельности, живости. Этот же динамик бас подает очень быстро, так, скорострельно. Бас такой живистый достаточно. В то же время и по глубине он тоже, ну, есть в нем ощутимая глубина. Потому что так же он длинноходовый этот динамик. То есть вот это, конечно, позволяет ему немножко, так сказать, углубиться в низкочастотную область. Динамики очень надежно крепятся к передней панели. Передняя панель такая глянцевая, жесткая, акустически тоже инертная. Значит, динамики находятся в таком декоративном обрамлении, металлическая такая рамка. Значит, колонки у нас, вот одна опирается на шипы, ступы, вот вы видели. Другая, значит, без шипов. На задней панели. На задней панели. Отверстие порта фазинвертора. Настроечная труба фазинвертора довольно длинная. Значит, раструб, он скругленный снаружи для уменьшения нежелательных потоков воздуха, призвуков от воздушного потока. Очень качественные, изолированные клеммы. Позволяют подключить биваринг, бямпинг. Также все типы разъемов. Банан, голову, провод, лопатка. Средний ступный динамик, он отвечает, по сути дела, за весь основной певческий диапазон. То есть он работает в диапазоне от 140 Гц снизу до 3,8 кГц. То есть, по сути дела, частоты раздела кроссовера, фильтра, они находятся как бы ниже и выше всего этого певческого диапазона. Поэтому вот нет фильтра, не привносит каких-либо фазовых там согласований. То есть это самым благотворным образом сказывается на вокальных партиях, на тембре большинства музыкальных инструментов. Значит, характеристики этих акустических систем. Низ от 38 Гц, вверх до 24 тысяч Гц. Сопротивление 6 Ом. Рекомендуемая подводимая мощность усилителя от 20 до 120 Вт. Надо сказать, что эта акустика, она достаточно дружественная, относится ко многим бюджетным усилителям. Достаточно легкая нагрузка. Причем, надо сказать, что эти акустические системы играют замечательно, как на малых уровнях громкости. Я бы даже вот так сказал, что именно рекомендовал бы эти акустические системы тем, кто вот именно уже понял, что зачем выворачивать, подменять качество звука какой-то излишней громкости. Если акустические системы играют хорошо на малых уровнях, на средних уровнях, то, в принципе, и не надо там пугать соседей там, домашних. То есть, вот эти акустические системы именно они для ценителя, для чуткого ценителя звука, который именно любит все-таки не громкостную, скажем так, составляющую, то, чего слышит, а эмоциональную именно. Причем, когда эта эмоциональная составляющая преподносится и на малых уровнях громкости. Вот эти акустические системы, мы будем их слушать с усилителем Yamaha 801. Этот усилитель Yamaha, он как бы очень хорошо подошел к этим акустическим системам. То есть, да, он несколько, конечно, по цене выше, чем эти акустические системы. Эти акустические системы, они в нише располагаются 500-600 долларов. Но, тем не менее, вот этот усилитель, он замечательно успелся с этими акустическими системами. Именно, вот, отмечу, что вот именно на малых, на средних уровнях громкости звук просто подается очень четко, подробно. Просто хочется слышать. Также мы задействуем, значит, встроенный ЦАП усилителя Yamaha 801. Благо, он там имеется хороший ЦАП, именно, собранный на чипе Sabre. Модель, по-моему, 9010. Итак, давайте слушать. Начнем сегодня его. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok